Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Меня зовут Русский Хван. Я приветствую вас на канале Процветок. На своем канале мы очень много говорим о различных способах безопасного для окружающей среды борьбы с вредными организмами, которые вредят нашим огородным растениям. С точки зрения природы все эти вредители являются гармоничными компонентами окружающей среды, но с нашей хозяйственной точки зрения они вредители. Но несмотря на то, что мы должны их уничтожить для того, чтобы получить хороший урожай, все-таки нужно применять более щадящие методы. Одним из более щадящих методов является использование гриба метаризиума. Это энтомопатогенный гриб, то есть паразит различных насекомых. У этого гриба существует некоторая спецификация, например, на пчелах он не паразитирует, поэтому для пчел и для других хозяйственно полезных насекомых, опылителей, он является безопасным. В то же время многочисленными исследованиями установлена его эффективность против различных личинок, майского жука, жука-щелкуна и других-других, которые являются вредителями сельскохозяйственных растений. Кроме того, по всему миру ведутся исследования по использованию метаризиума против наиболее опасных вредителей растений. Это и клопы, это и уховертки, это и всякие всевозможные другие насекомые. И данные, которые получаются, являются обнадеживающими. В наших собственных исследованиях мы подобрали схему и подтвердили эффективность этого гриба против таких опасных вредителей и защищенного, и открытого грунта, как червец и белокрылка. Об этом у нас есть отдельный выпуск. Ну а сейчас мы поговорим о том, как размножить метаризиум в домашних условиях, как это сделать эффективно, как его хранить и как его в дальнейшем использовать. В одном из наших выпусков мы размножали метаризиум в жидкой фазе. Для этого мы брали стандартный препарат метаризин, который кроме спор метаризиума еще содержит, и гуматы. Гуматы придали раствору нашему, в котором мы размножали метаризиум, вот такой вот коричневый цвет. И этот цвет скрывает рост самого мицелия внутри. Однако же, если посмотреть на просвет через банку, сболтать эту банку, то очень хорошо видны тяжи мицелия, которые в течение недели и полутора вообще там развиваются очень-очень хорошо. После того, как вы возьмете, например, столовую ложку вот этого раствора и пересадите его в новый раствор, который приготовлен по нашему рецепту из того ролика, вы уже увидите воочию, как в растворе у вас образуются погруженные мицелии такими, в виде таких тяжей, сгустков. И на поверхности даже можете увидеть, вот так вот по краю, по границе жидкости, увидеть наличие спороношения. Споры у метаризиума характерного зеленого цвета, такого салатно-зеленого цвета. Вот так вот в пробирочке я его поддерживаю в коллекции. Он спороносит очень хорошо и растет очень хорошо. И растет он в том числе хорошо и даже лучше, чем в жидкой среде, он еще лучше растет на плотной питательной среде. Конечно, в бытовых условиях приготовить плотную питательную среду на основе агара не представляется возможным. Однако же можно найти такие субстраты, которые могут служить вполне хорошей заменой для размножения гриба метаризиума. Одним из таких субстратов являются отруби. Отруби содержат значительное количество крахмала, содержат еще некоторое количество азотистых веществ, содержат также целлюлозу. И хотя сам по себе метаризиум не способен разрушать целлюлозу, это не триходерма, для которой целлюлоза является непосредственно источником питания, однако же на этих отрубях достаточное количество и крахмала, и других питательных веществ для развития гриба метаризиума. Как же правильно его размножить? Ну, в первую очередь надо выбрать отруби. Они могут быть овсяные, они могут быть пшеничные, они могут быть ржаные. На самом деле, какие вы возьмете именно отруби, не имеет никакого значения. Вы можете взять любые. На всех них метаризиум прекрасно растет. Вторым фактором, которым определяется успех выращивания метаризиума в домашних условиях, является отсутствие там быстрых углеводов. Ни в коем случае, даже наслушавшись, начитавшись каких-то советов других блогеров, не добавляйте в отруби ни сахар, ни варенье, ни мед, ни что-то еще сахаристое. Из-за этого вы вместо гриба метаризиума получите бурное развитие дрожжей. Вы почувствуете спиртовой запах, вы почувствуете запах спиртового дрожжевого брожения. И хотя этот продукт нельзя назвать абсолютно бесполезным, но все-таки вы не получите тот ценный, гораздо более ценный продукт, который из себя представляет метаризиум. Что же делать, чтобы дрожжи не развивались? Ну, во-первых, как я уже сказал, это ни в коем случае не добавлять туда сладкие компоненты. И второе, это обязательно простерилизовать ваши отруби. Каким образом их можно простерилизовать? Очень просто. Высыпьте их на сковородку и прожарьте так, как будто вы жарите семечки на сковородке. Ну, хотя бы прогрейте до того состояния, когда по краю сковородки, где более тонкий слой может быть отруби, вы уже увидите, что они начали менять цвет. Естественно, что, как и семечки в сковородке, их надо постоянно-постоянно-постоянно перемешивать. Пропаривание, в отличие от зерна и крупы, в случае отрубей является недопустимым. Почему? Потому что отруби оводнятся и превратятся в плотную кашу. Конечно, на поверхности этой каши метаризиум тоже вырастет, но нам важно, чтобы мицелий пророс как можно глубже и как можно лучше разросся по нашей массе отрубей. Метаризиум является аэробным организмом, то есть для его развития необходим обязательно кислород воздуха. Поэтому при выборе посуды, в которой вы будете растить метаризиум, надо помнить, что чем больше поверхность будет аэрации, тем лучше. Ну, я выращиваю метаризиум здесь, вот в такой вот обыкновенной пол-литровой банке. Но надо хорошо понимать, что слой отрубей, который вы насыпите сюда, не должен быть слишком высоким. Не более чем половины высоты пол-литровой банки. Если у вас есть какой-то лоток, может быть стеклянный, который вы закроете какой-то тканью, например, или еще какая-то посудина пластмассовая, свет ему не нужен, поэтому он может культивироваться и в темноте. Поэтому лучше, конечно, выращивать его на какой-то плоскости, на более плоской поверхности. Мицелий прорастает внутрь, спороношение происходит на поверхности нашего субстрата. Сколько нужно добавить воды в отруби для того, чтобы начался процесс, чтобы воды нашему метаризиуму хватило? Здесь такой принцип, что на 100 грамм отрубей, вот у меня здесь пачечка с 200 граммами, но я уже половину использовал, на 100 грамм отрубей вам необходимо добавить 1 столовую ложку воды для того, чтобы достаточной степени оводнить ваши отруби. Если воды будет слишком мало, гриб будет развиваться, но будет развиваться медленно. А вот если воды окажется слишком много и отруби превратятся изначально в липкую тестообразную массу, в этом случае лучше досыпать туда отрубей для того, чтобы сделать их посуше, для того, чтобы там не началось развитие избыточной микрофлоры. Излишне напоминать, но я все-таки напомню, что до начала работы по приготовлению домашних биопрепаратов вся посуда, ложки, стаканы, банки, все, что вы будете использовать, должны быть тщательно продезинфицированы. Для этого вам нужно их или обдать кипятком, а еще лучше промыть неразбавленным раствором хлорсодержащего отбеливателя типа белизны. Промыть, ополоснуть и обдать кипятком. Вот такой путь будет наиболее эффективным. Запихивать в мешки полиэтиленовые эти отруби и растить в таком закрытом состоянии их нельзя. Гриб должен дышать. Это вам не какие-то там фейковые бокаши, это настоящие биопродукты, настоящий биопрепарат. Здесь все должно делаться со знанием и по правилам. Итак, берем отруби, насыпаем их в посуду, в которой удобно будет делать перемешивание. Это может быть банка, это может быть миска, это может быть что угодно. Главное условие, что это все должно быть чистое и максимально избавлено от сопутствующей микрофлоры. Отруби, соответственно, надо прожарить на сковородке и остудить. Если вы используете вот этот препарат, готовый, сухой, как инициатор, как закваску, как источник заселения метаризиума, то вы добавляете сюда одну столовую ложку воды, тщательно перемешиваете все это для того, чтобы вода равномерно увлажнила отруби. После чего берете буквально пол чайной ложечки стандартного препарата метаризина, засыпаете сюда, перемешиваете и накрываете чем-то. Но только не укупоривайте абсолютно плотно, потому что все-таки некоторый газообмен должен быть. Вы можете накрыть сверху блюдцем, тарелкой, можете накрыть сверху, подвернуть сюда фольгу алюминиевую, можете накрыть какой-то вощеной бумагой, но только не полиэтиленовым плотным пакетом, потому что здесь надо обеспечивать дыхание. Если у вас все-таки ничего под руками нету, вы используете полиэтиленовый пакет, накрываете, то его надо периодически хотя бы раз, два, три дня снимать и проветривать вашу систему выращивания биопродукта, биопрепарата для того, чтобы обеспечить воздухообмен и кислород для нашего гриба. Поскольку я буду использовать жидкий препарат, который мы делали с вами в одном из наших роликов, мне вода здесь не понадобится. Этот самый препарат и будет являться как источником спор гриба, так и источником влаги. Соответственно, я примерно столовую ложечку сюда налью. Больше не надо. Тщательно перемешиваю. Для того, чтобы образовавшиеся комочки здесь сразу же с водой, чтобы они не были крупными, чтобы они были помельче, не надо, чтобы этот продукт формировал какой-то единый комок, англомерат, ну как влажная почва, да, можно сжать в кулаке и посмотреть. Он должен быть рассыпчатым. Он должен быть очень хорошо рассыпчатым. Вот у меня получились такие увлажненные отруби. И, соответственно, мой препарат для культивирования уже готов. Если вы накроете его пакетом, если вы накроете его тарелкой, если вы накроете его чем-то, что не так хорошо дышит, то, как и у меня, вот я чашечкой Петри накрыл, появится здесь испарина. И вообще, если вы в банке делаете, вы можете увидеть испарину. Почему это происходит? Это происходит в связи с тем, что гриб окисляет органические вещества отрубей, превращая их в углекислый газ и воду. И эта вода здесь накапливается внутри, соответственно, дополнительно оводняет наши опилки и обеспечивает рост гриба в том режиме, в котором это необходимо. В конце культивирования, вот здесь вот на поверхности нашей отрубной массы, вы увидите зеленый налет. Это мицелий, это споры. Это означает, когда полностью поверхность покрыта, что приготовление нашего препарата полностью завершено и завершено успешно. Здесь нет ни мукора, ни дрожжей, ни пеницеллезной плесни, ничего такого. Здесь есть только один метаризм, один гриб метаризм. И вот посмотрите, что препарат стал плотным. Вот если здесь он вот так вот перемешивается, то после культивирования он уплотняется в такую вот плотную массу. Это связано опять же с тем, что произошло оводнение в результате жизнедеятельности гриба, и сама вот эта система уплотнилась. Что дальше делать с этим препаратом? Ну, его можно непосредственно использовать. Как правило, столовая ложка вот такого домашнего препарата, вымешанная в ведре воды, является хорошим средством для полива растений, обильного полива растений с целью заселения метаризиумом корневой системы, области вокруг, в зоне роста корней для защиты растений от почвенных вредителей. Этим же самым раствором можно также опрыскивать растения с целью избавления от вредителей. Однако для опрыскивания у нас есть некоторые тонкости и секреты, которые вы можете увидеть в ролике, о особенностях использования метаризиума против белокрылки и червеца. Уверен, вам все это очень понравится. Ну, и чайная ложечка вот этого вот препарата, заложенная в лунку при посадке, рассады, томатов, капусты, других растений. Пол чайной ложечки можно положить под каждую картофелину, если вы вручную картофель сажаете, для того, чтобы защитить его от проволочника и прочих посягателей на наши урожаи. Будет хорошей дозой для использования в саду и в огороде. Не жалейте его, кладите его широкими жестами и широкой рукой, ведь нарастить его не представляет никакой сложности, а эффективен он именно при хорошей высокой дозе. Именно тогда он обладает по-настоящему защитным эффектом. Ну, еще раз повторюсь, нарастить его в домашних условиях совершенно ничего не стоит. Не стоит его сушить, если вы выполняете приготовление метаризиума в течение зимы, например, и хотите его оставить до весны. Почему? С одной стороны, высушить его можно, и он этот процесс высушивания прекрасно выдержит. Но совершенно нет ничего хорошего, что у вас там по квартире, по даче, по веранде, еще где-то, где вы будете его сушить, разлетятся эти споры. Ну, все-таки можно и чихать от них, и аллергия у кого-то может случиться. Не рекомендую вам высушивание, а вот заморозить вы можете его смело. Вываливайте вот эту отрубную массу с грибом в пакет, заворачивайте и отправляйте в морозилку. Весной размораживайте и используйте в тех же пропорциях, в которых я и сказал. Полгода, 8 месяцев метаризиум прекрасно выдерживает в замороженном состоянии и не теряет своих полезных свойств. На этом я прощаюсь с вами. Задавайте свои вопросы, уточняйте какие-то моменты, может быть, что-то было непонятно. Делитесь своими впечатлениями. Всего хорошего!